Лепшие умовы для працы. В Жлобине сегодня открыли будинок отдела примусового выполнения. Врачистая церемония, до речи, отбылась на передаче Дня юриста. Открытие нового будинка – это еще один крок до эффективного развития системы. Дмитрий Котов с подробностями. Этот будинок был набитый в 2018 году. Сделан капитальный ремонт, добропарадка на прилеглая территория. Працовать тут будут 25 человек. Комфортные умовы Дареши створены не только для супрацовников, а и же Харо района. По-перше – логистика. Будинок находится в самом центре Жлобина. Побач припына громадского транспорта – это зрушно для наведывальников. По-другому – инфраструктура. Прибудовницей продвиглительный специальный подъемник для людей с обижаванными макшимостями. Гражданам будет удобно приходить в любое время на прием к судебным исполнителям. В том числе и граждан, которые с ограниченными возможностями для них созданы все необходимые условия. Поэтому все для общества, все для граждан и для защиты их интересов, соответственно, интересов государства, судебные исполнители для этого здесь есть. Шесть годов тому в Беларуси отбулась реформа органов примусового виконания. За ГТЧа – значительно умоцована материально-техническая база. Великий крок, сделанный в сфере информационных технологий. Судебные исполнители могут непосредственно со своего рабочего места осуществлять доступ, получение информации относительно наличия имущества, относительно различной информации по должнику, что позволяет очень быстро и эффективно применять меры принудительного воздействия для быстрого и полного исполнения требований исполнительных документов. Судебные выканавцы со своего працанного места имеют доступ до 20 баз даденных разных державных органов и организаций. Первоважная колькость операций по спогнанию долгов зараза житевляется выдаленно у одрознений от того переда, когда работа продуглеживала обыход кватер и наведывание организации должников. Уже в текущем году посредством внедрения системы АИС и ДО существенно увеличилось взыскание по исполнительным документам через обращение взыскания на средства, находящиеся на банковских счетах должников, обращаются взыскания на электронные деньги. Можно говорить о том, что в сфере взаимодействия с банковской системой и органами принудительного исполнения налажен полный электронный документооборот. За 11 месяцев этого года судовыми выканавцами нашей краины спогна накаля 1 миллиарда 240 миллионов рублей. Личба унушальная. Тяжко представить, кольки б громадян и организации не отрымали то, что им належит по праве без працы этих людей. И еще одна лишьба. Дякуючи судовым выканавцам, все лето в доход краины поступило 110 миллионов рублей. Это на 15 больше, чем за весь 2019 год. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», Сажлобина.